Это цифра? Три. А это? Четыре. 17-летняя Ангелина учит цифры, слоги, цвета. Школу проходит на дому с педагогами и мамой. Без ее помощи дочери не выжить. У девушки синдром Дауна, гипотериоз, недостаточность метрального клапана. Одно из важных лекарств с таким букетом – зарубежный препарат, прописанный в Новосибирске. Выписали мы мацетентан для поддержания жизни, так как у нее уже тогда на тот момент гипертензия очень была высокая. Полгода выдавали нужный препарат – мацетентан, а после девушка стала получать максицентан – дженерик. Но по замечанию новосибирских медиков, дженерик вызывает побочки. Больше года Александра пытается решить вопрос, чтобы алтайский Минздрав предоставлял дочери импортный препарат. Препарат замене не подлежит. То есть вот он прописан врачебная комиссия. То у них кода какого-то нет, то они не могут провести врачебную комиссию, то выписка неправильная. Мы ранее тоже давали ей лекарства, ей заменяли Вера Шпирон, заменили на другое лекарство мочегонное. Она у нас сбилась в судорогах дома. Правда, Александра не понимает, как дочери меняют рекомендации, если полтора года она не проходила врачебную комиссию. Мы обратились в Минздрав региона. Там пояснили, что одним препаратом ангелина обеспечена, на другой у больной нет рецепта, третий отгружен и уже находится в аптеке. Об ухудшении здоровья девушки из-за приема дженерика в ведомстве не знают. Дополнительных ходатайств от медицинской организации по месту прикрепления на обеспечение пациентки лекарственным препаратом по конкретному торговому номинованию в связи с индивидуальной непереносимостью в Минздрав Алтайского края не поступало. Две недели девушка была под кислородом. Ухудшения случаются нередко. Поддержать состояние могли бы оригинальные лекарства, но их часто выдают с задержкой, признается Александра. В Минздраве объяснили временный дефицит нужных льготных лекарств отсутствием их у поставщиков. Впрочем, Александра намерена разобраться в вопросе до конца, уже с помощью надзорных органов.